В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об знанных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил ход строительства школы Дрожино. Жителей у нас много, они прибывают, именно поэтому и строятся новые образовательные учреждения, школы, детские сады. В Видном прошел рейд по выявлению случаев оплаты проезда наличными в общественном транспорте. Граждане пассажиры, напоминаем вам, что с 18 июня 2022 года оплата в общественном транспорте наличными денежными средствами запрещена. В сквере «Юность» открылась выставка «Расторгуева. История фотографий». Это детство, это детство моей мамы, это детство моих предков. Микрорайон Дрожино – один из самых густонаселенных в муниципалитете. Сейчас там ведется строительство так необходимой школы, которая позволит разгрузить соседние образовательные учреждения. Проверил возведение объекта депутат Московской областной думы Владимир Жук. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В этом году в Дрожино появится новая школа. Уже сейчас возведены стены и крыши будущего здания. Строительство объекта проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Вместе с ним стройку посетили муниципальные депутаты и сотрудники администрации округа. А вот эта школа, которая построится и будет введена по 1 сентября, она войдет, мы ее объединим с детским садом, с 22-м, и будет создан такой образовательный комплекс. И здесь еще будет одна школа чуть подальше, но тоже в этом году на полторы тысячи мест. Она также будет вторым корпусом вот этого образовательного комплекса. Представитель застройщика провел экскурсию по будущей школе. Проектная мощность – 825 мест. Помимо классов и административных помещений здесь будут расположены два спортивных зала, столовая, медицинский блок, айти-комплекс и актовый зал вместимостью более 400 человек. Сейчас вы наблюдаете, то есть это ведутся работы по отделке. Это стяжка, шпаклевка, это на верхних этажах. Сейчас готовимся к устанавливающим работам по системе вентиляции. Успеете? Конечно, обязаны успеть. В настоящий момент на объекте ведутся внутренние работы и прокладка инженерных сетей. На прилегающей территории обустроят футбольное поле и беговые дорожки. Жителей у нас много, они прибывают. Именно поэтому и строятся новые образовательные учреждения, школы, детские сады. И происходит это в рамках государственной программы Московской области образования под Москвой. Планируется, что образовательные учреждения откроются 1 сентября. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. Сотрудники администрации Ленинского городского округа совместно с представителями пассажирской инспекции Московской области провели рейд, чтобы выявить незаконные случаи оплаты проезда. О результатах в репортаже Юлий Поготьян. Граждане пассажиры, напоминаем вам, что с 17 июня 2022 года оплата в общественном транспорте наличными денежными средствами запрещена. Оплата производится только социальными картами, банковскими и едиными транспортными картами с Лелкой и Тройкой. Всем хорошего дня. Закон действует уже больше 9 месяцев, а жалобы продолжают поступать. В администрацию Ленинского городского округа от жителей регулярно приходят письма о том, что на некоторых маршрутах общественного транспорта водители требуют оплату за проезд наличными или онлайн-переводом. Делать это категорически запрещено. А ситуация тем временем накаляется. Мы решили совместно с административно-пассажирской инфекцией в городе Видно провести совместный рейд, направленный на выявление данных случаев. И случаи не заставили себя ждать. На 471 маршруте инспекторы оштрафовали сразу двух безбилетников. Самое интересное, что за проезд эти пассажиры заплатили, но способ оплаты оказался незаконным. Можно без комментариев? Я после смены суточной, пожалуйста. Я просто оплатил и все. К водителю, да? Да. А вот получилось, что без билета и вот такая вот история? Совершенно верно. Неприятно. А вы не будете как? Неприятно, ну что? Будем учиться. Такая поездка каждому нарушителю обошлась в кругленькую сумму. Штраф – тысяча рублей. А водитель заплатит еще больше – пять тысяч. Только вину он признавать не желает. Находит нелепое оправдание. Совесть не мучает, чтобы человека так подвели, пассажира своего? Он может быть, да. Мы друг друга знакомы. Просто ночей на кофе друг друга угощаем. Тут мы людей возим уже пятый лет. И как бы знаем друг друга. И ночей угощаем. А так особо не берем. Так он же без билета ехал. Он безбилетник. По вашей вине. По стрелке, по карте тоже, которые пробиваемые. У них тоже нет билета. Просто карты пробытые, и они ездят. Почему у вас нет билетов? Ну, бывает, иногда терминал зависает и билет не выдает. А так, это редкий случай. Ну, такие моменты тоже бывают. Вы же понимаете, что это оправдание, что вы каждый день нарушаете закон? Мы справимся. Представители пассажирской инспекции Московской области за Ленинский округ взялись вплотную. Позитивный опыт борьбы с незаконными действиями перевозчика есть. Например, в Подольске ситуацию уже искоренили. Поэтому мы продолжаем также рейды по городскому округу Ленинский, по городскому округу Домодедово. Инспекторский состав сейчас практически в полном составе работает на данной территории. И, ну, к примеру, на пригороде лесном данную проблему получилось полностью искоренить. Маршруты 367, 871 маршрут коммерческий наличные не принимают. Пассажиры все прекрасно проинформированы. Инспектора также проводят профилактическую работу. Сегодня инспекторы проверили 10 автобусов. В следующий раз в маршрутный список планируется включить и троллейбусы. Хотя на работу этого вида общественного транспорта жалоб не поступает. Представители пассажирской инспекции настаивают ни при каких обстоятельствах. Не оплачивайте поездку наличными или онлайн-переводом. Потакая водителям, вы сами становитесь нарушителями. Юлия Погосьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Наш мобильный репортер побывал в Измайлове, где приют для животных домашний частично затопило. Подробности в следующем материале. Крупное подтопление произошло на территории частного приюта для животных домашней в поселке Измайлово. Около 15 вольеров оказались в зоне прихода большой воды. Собак сразу перевели на безопасную территорию. К устранению аварийной ситуации оперативно подключилась администрация и коммунальные службы муниципалитета. Нас затопило очень сильно. Мы просились за помощью в администрацию, в торсервис. Нам сразу могли откликнуться, привезли помпы от МЧС. Выпросили сначала маленькую, вторую прикупили. Сегодня привезли третью большую. Общими усилиями последствия половодия удается устранить. Мощная помпа качает 1500 литров в минуту. При помощи спецтехники дополнительно расширены и углублены траншеи для отвода воды. Уровень подтопления снижается. Смотаю верхнюю часть гроба для того, чтобы понизить уровень земли для протока воды. То есть, соответственно, вода выше не поднимается, плюс-минус 10 сантиметров играет. Уходит вся дальше уже в естественную систему водоотведения из земельный участок соседний во враг. Специалисты коммунальных служб обещают, что в ближайшее время работы по устранению подтопления будут завершены. Галина Житкова, Маргарита Курова, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском управлении ЗАГС поздравили юбиляров семейной жизни. 20 пар, отметившие бриллиантовую, изумрудную и золотую свадьбы, снова, как и много лет назад, зашли в зал торжеств под марш Мендельсона. Они трепетно поддерживают друг друга и по праву гордятся тем, что сумели сохранить свои чувства, несмотря ни на что. Честовать юбиляров семейной жизни, проживших вместе 50, 55 и 60 лет, давно стало доброй традицией в Ленинском городском округе. Красивые, нарядные и счастливые, они, как и много лет назад, зашли в зал торжеств по звуке марша Мендельсона, чтобы поставить свои подписи в юбилейной памятной книге и обменяться клятвами любви и верности. Огромное вам спасибо за пример этой верности и чести, за то, что за руку друг с другом, за то, что умели. Ведь любовь, верность, преданность, семья, в конце концов, это большой труд. И может быть, как раз тот самый главный и важный философский гамень, а ради чего мы приходим в жизнь. Хочется в сегодняшний день пожелать счастья и вам, и вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам, потому что во многом ваше счастье сейчас в них. Это ваше продолжение, это ваша радость, их успехи, это успехи ваши. За их плечами не один десяток лет, прожитых вместе вопреки всем трудностям и невзгодам. У каждой из этих пар своя особенная история любви и свой жизненный путь. Их объединяет одно – они нашли для себя секрет семейного счастья. Борис Титович и Людмила Прокофьевна Мариной познакомились и подружились в Расторгуеве, когда оба еще учились в младшей школе. Судьба разлучила их на долгих 10 лет, а когда они случайно встретились вновь, решили больше не расставаться и поженились. Людмила Прокофьевна всю жизнь работала учителем и директором в школе номер 6. Борис Титович трудится до сих пор в администрации муниципалитета. У пары двое детей, трое внуков и одна правнучка. Просто надо уважать друг друга и помнить. Бывает, что у него так много, а хорошего было больше. Я тебя за это люблю, а я тебя за это люблю. Теплые слова поздравлений сменялись в этот день музыкальными номерами. И праздник получился светлым, жизнеутверждающим и очень мелодичным. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В сквере «Юность» открылась выставка «Расторгуева. История в фотографиях». Экспозиция – совместный проект сотрудников историко-культурного центра и авторского сайта Анатолия Черкаса «Город Видное в фотографиях». На открытии побывала наша съемочная группа. Подробнее расскажет Наталья Буслаева. Более 50 фотографий, рассказывающих историю, расторгуевской части города Видное представлено на четырех стендах новой выставки в сквере «Юность». Подготовка заняла около месяца. Подготовка – это такой процесс творческий. Сначала идея, потом подборка фотографий. Архивы мы перебирали, наши жители приносили свои фотографии. Ведущий библиотекарь Расторгуевской библиотеки Татьяна Назарова рассказывает, что почти половина работ на экспозиции из архивов читателей. Мы единственное учреждение культуры в Расторгуеве. И, естественно, нас интересует кровевидение, касающееся этого региона. И мы лет 15 совместно с нашими читателями собирали материалы, разные документы по истории Расторгуева, записывали воспоминания старошилов, собирали разные грамоты, документы. Фотографии московского купеческого рода Расторгуевых, одноименной станции начала прошлого века, исторические снимки Екатерининской пустыни, знаменитые эстрады в Расторгуевском парке, где проходили музыкальные вечера. Вот, например, фотография Расторгуевского клуба. Эту фотографию я искала два года. Буквально два года опрашивала читателей. Они ее опрашивали своих знакомых. И, в конце концов, один из наших читателей у своего друга в архиве обнаружил эту фотографию. Советник главы администрации Ленинского городского округа Моисей Шумаилов отметил историческую ценность выставки. Ведь найти информацию об этой части города довольно трудно. Специально к открытию напечатан путеводитель с фотографиями. Это такая редкость. И я хочу сказать, что ведь сколько лет живем, сколько лет знаем, про Расторгуев много слышали. А вот реальная история, чтобы в одном месте все посмотреть, почитать. Но, к сожалению, пока такого нет. Все в отдельных каких-то книгах. Краевед и коренная жительница Расторгуева Вера Пинто рассказала историю своей семьи, первых поселенцев. Это детство. Это детство моей мамы. Это детство моих предков. Потому что наш прадед большой семьи Брокш, когда открыл Расторгуев здесь станцию, названную его именем, в 2015 году он купил участок здесь и построил дом. Выставка стала продолжением экспозиции об исторических местах округа. В дальнейших планах – знакомство и с другими населенными пунктами. Посмотреть архивные снимки Расторгуевской части города можно до 4 мая. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин